Мы с вами говорили о ключах толкования, пяти ключах толкования. Но очень важный момент толкования Священного Писания заключается в том, чтобы учитывать библейские жанры. Учитывать библейские жанры. Не все книги Священного Писания написаны одинаково. Не все книги Священного Писания написаны по одним и тем же законам. Для каждого жанра, для каждого типа книг Священного Писания существуют отдельные свои определенные законы, так называемые законы жанра. На одном из первых занятий я привел вам пример. Я говорю, ну вот давайте попрактикуемся в наблюдении, толковании и применении. Вы приходите домой и ваша жена не встречает у двери. Когда вы спрашиваете ее, вы идете к ней, когда спрашиваете ее, как у тебя дела, она так спокойно и немножко грустно говорит, нормально. Как вы к этому отнесетесь и как вы будете сначала наблюдать за тем, что вы видите, будете интерпретировать, будете толковать, будете каким-то образом применять, делать выводы практически. Это все, конечно, хорошо, но возникает возражение. Все зависит от того, как моя жена ведет себя обычно. Как она обычно поступает. Если я знаю, что характер моей жены таков, что она обычно выбегает меня навстречу, обнимает меня, бросается в объятия, я ее обнимаю. Она радостная, она смеющаяся, она веселая такая. И вот в этот раз вдруг по каким-то причинам она ведет себя иначе, она ведет себя по-другому, тогда я скажу, да, происходит что-то необычное. Мне нужно это необычно растолковывать, объяснять. Но если она по характеру такая, что она обычно сдержанная, она никогда не выходит в дверь меня встретить, она меланхоличная, она часто грустит, тогда и наблюдение мое, и уж тем более мое толкование данных событий будет несколько другим. С другой стороны, если муж часто приносит жене цветы, а потом месяца два подряд вдруг их не приносит, тогда у нее будет вопрос, почему, что произошло. Или если он никогда в жизни их не приносил, и вдруг на 15-й год совместной жизни приходит с огромным букетом, то она на него может посмотреть и спросить, ты что, что с тобой такое случилось, вот, с каких это пор, ну, я тут такую проповедь слышал, как-то это самое, да, скажет он, вот, ох ты, какая сила проповеди, Слово Божие. Да, значит, нужно знать изначально характер того человека, действие которого мы пытаемся как-то оценить, соответственно, нужно знать характер библейской книги. Вот тут перед нами возникает очень важный, существенный вопрос о жанрах. Библейских жанров достаточно много. Мы остановимся всего на нескольких из них. Завтра или в пятницу я покажу вам книги, или в пятницу я покажу вам книги для дальнейшего изучения темы, для дальнейшего изучения курса. И в этих книгах вы найдете информацию и о других жанрах. Но мы познакомимся с некоторыми библейскими жанрами. Я предпочитаю не уходить здесь в дебри литературы ведения, а сравнивать жанры с человеческими характерами. Ведь каждый жанр – это характер. В каждом жанре есть свои характерные черты, на которые нам и следует обращать внимание. Сегодня мне хотелось бы остановиться на, по крайней мере, двух жанрах. И начнем мы с разговора о новозаветных посланиях, о новозаветных письмах. Ведь, по большому счету, послание – это и есть письмо. Апостол пишет письмо тем церквям, в которых он несет служение, которое ему известно, или в которое он собирается прийти. Когда мы с вами изучаем послание, нам нужно ответить на несколько вопросов. Первый вопрос – кто является автором этого послания, и что мы знаем об этом человеке? Кто является автором этого послания, и что мы знаем об этом человеке? Дело в том, что еврейские послания каждого из авторов имеют свои конкретные черты. Например, Павел, даже при том, что он еврей из евреев, пишет так, как писали, рассуждает, так, как рассуждали греческие философы. Он выстраивает свой аргумент линейно. Что я имею в виду? Первое утверждение, первая посылка, вторая посылка – вывод. Следовательно, то-то и то-то. Первая посылка, вторая посылка – вывод. Когда мы с вами читаем, например, послание к римлянам, первая глава, смысл первой главы – язычники согрешили. Ни один еврей с этим спорить не будет. Язычники согрешили и находятся под судом. Вторая глава – евреи согрешили и находятся под тем же судом. Третья глава – язычники согрешили, евреи согрешили. Следовательно, все согрешили. Четвертая глава или конец третьей главы – грех ведет к смерти, возмездие за грех – смерть. Но есть оправдание, оправдание через праведность в Иисусе Христе, через жертву Христа. Все согрешили, есть оправдание в Иисусе Христе, а по благодати открывается правда Божия, Божия праведность. Конец третьей главы, после 21 стиха уже. Четвертая глава. Павел как бы отвечает на возражение. Праведность в Иисусе Христе – это что-то новое. Раньше-то вроде люди спасались по делам. А он говорит, да нет, ребят, давайте посмотрим несколько примеров. По закону, по делам и раньше люди не спасались. Ну, например, врам оправдан праведностью Божией, оправдан перед Богом не по закону, а по Божьей благодати, по вере, по закону он оправдаться еще и не мог, потому что закона еще не было тогда. А он оправдался по вере. Давид. Накуролесил Давид изрядно в жизни. Один случай с Версавией чего стоит. И Давид тоже не мог оправдаться по закону. Почему он не мог оправдаться по закону? Потому что по закону, после того, что он совершил, он должен был быть, знаете, как бывает там, трижды Герой Советского Союза, да? Так вот, Давид должен был быть трижды мертвец. А некоторые говорят, что десять раз мертвец. Что Давид так или иначе нарушил все заповеди. Смотрите, он пожелал жену другого человека, да? Нарушил заповедь. Он убил, совершил убийство, нарушил заповедь. Он лжесвидетельствовал, он нарушил заповедь. Он прелюбодействовал, он нарушил заповедь. То есть на самом-то деле, несколько раз мертвец по закону Давид был совершенно конкретно. Давид понимает, что по закону оправдания ему нет. Значит, оправдание Давид как-то по-другому. Павел нанизывает аргумент на аргумент, пример на пример. В пятой главе это путь от закона к вере. Он показывает, что такое праведность Божия, как Божия праведность действует. То есть постепенно, постепенно, постепенно Павел, нанизывая друг на друга аргументы, ведет нас по некой ниточке. Вот так пишутся новозаветные послания Павла. Также в других посланиях мы можем проследить его аргумент, и он линейный. Первое, второе, третье, пример, подтверждающий, вывод. Первое, второе, пример, иллюстрация, вывод. Это проповедь человека, наученного в западной школе проповедования. Вот аргументы, вывод, аргументы, вывод. А начнете, да, и такое послание легко разбивать на фрагменты, на части. План послания этого легко рисовать, потому что можно выделить основную мысль главы, можно выделить основную мысль отрывка. Это у Павла. А начнете читать первое послание Иоанна. И особенно начнете, если вы его разделять для того, чтобы составить план. План первого послания Иоанна. Такое ощущение, что Иоанн говорит об одном и том же. Дети мои, любите друг друга, дети любите друг друга, любовь от Бога. Вот есть мир, вот есть от Бога. Вот вы не от мира, вы от Бога. И он возвращается туда снова к одному и тому же. Такое ощущение, что Иоанн забыл, о чем он уже говорил. Нет, ничего Иоанн не забыл. Просто у Иоанна другая структура послания, у него другая структура мышления. У него восточная структура мышления, она кругообразная. Он либо начинает такими широкими кругами, потом постепенно круги сужаются, и он таким подходит к основной мысли, которую он хочет высказать. Либо он начинает с этой основной мысли, потом обходит ее с разных сторон, потом захватывает новые мысли, новые, новые, пока круги не расширяются и не включают в себя все мироздание. То есть его мышление построено не так, как мышление Павла. У Петра что-то среднее между тем и другим. Удивительно на самом деле, что в послании к евреям также вот эту логику, аргументацию можно проследить. То есть у разных авторов разные стили мышления, у разных авторов разные стили написания. Поэтому необходимо, разбирая новозаветные послания, новозаветные письма, учитывать, кто пишет эти письма. Автор, место написания, где находится автор в данный момент. И сюда же мы подключим также время написания. Где находится, что он делает, что происходит в его жизни. Поэтому очень важно поставить послание в контекст служения конкретного автора. Ранние послания автора, ранние послания того же Павла и поздние послания. Тон их существенно отличается. В поздних посланиях своих Павел, да, он критикует, но он уже не тот молодой человек, который пышет буквально негодованием, обращаясь к галатийским христианам. В послании к галатам, да, у кого есть с собой перевод «радостная вещь», потому что в русском переводе эти вещи смягчены, а «радостная вещь» я хотел бы вам показать. Есть какой-то «радостная вещь» у них с собой? Вот откройте, пожалуйста, пару мест, а другие откройте в сенитальном переводе. Вот послание к галатам апостола Павла, 3 глава, 1-2 стихи. Просто начните нам читать, пожалуйста. Галаты, глупцы, кто вас гладил? Вы же, казалось, собственными глазами видели распятого Иисуса Христа, когда слушали мою весть. Об одном только хочу вас спросить. Вы получили духа, потому что исполняли закон, или потому что, услышав радостную весть, поверили? Смотрите, галаты, глупцы, кто вас сглазил? Или глупые галаты. По-русски в сенитальном переводе это «онесмысленные галаты». Но по-гречески действительно используются достаточно суровые слова. Апостол Павел видит людей, которые отошли от Евангелия, которые приняли не Христовое Евангелие, а человеческое Евангелие. И он, в общем-то, неистовствует. Его можно понять, ему жутко, потому что он к этим галатам обращался, он к этим галатам проповедовал. А тут пришли люди, которые говорят, да, конечно, покоение это очень хорошо, но нужно же еще и обрезание плоти. Без обрезания плоти вы, это, не такие христиане, благодать не работает, понимаете? Вот, и Павел не дипломатничает. Это, скорее всего, одно из ранних посланий апостола Павла. Он доходит до вещей, которые в синодальном переводе, авторы синодального перевода даже перевести постеснялись. Вот сейчас мы прочитаем и радостную весть, и синодальный перевод. Галатам 5 глава 11-12 стихи. Вот были люди, которые смущали галатийских христиан и говорили, вам нужно обрезание, как вот иудейское обрезание, крайней плоти. И вот апостол Павел говорит о своем отношении к этим людям с их доктринальными заблуждениями. Галатам 5 глава 11-12 стихи. Не забывайте, это священное писание, друзья мои. Пожалуйста, Александр. Братья, если бы я по-прежнему стоял за обрезание, с чего бы меня теперь гнали? И крест бы тогда не был больше камнем преткновения. А тем смутьяном я бы посоветовала отрубить у себя все. Вы были призваны... Все, все, все. А тем смутьяном я бы посоветовала... То есть, да, вот те, которые хотят вас обрезать... Вот топор, вот пенек. Вот так вот. Значит, авторы синодального перевода постеснялись. Как же там, да будут удалены смущающие вас? Да, то есть, а в оригинале не они будут удалены, а у них да будет удалено. Вот. Это раннее послание апостола Павла. Очень похоже на самом деле первое и второе послание фессалоникийцам. Там, правда, другой тон, потому что в фессалоникийской церкви не было таких проблем, как в галатийских церквях. Вот. Потом, со временем, тон апостола Павла несколько меняется. Обратите внимание, богословие его не меняется. Стиль же его меняется. Он становится, ну, более, может быть, не знаю, более взвешенным, более... Помните, даже он говорит о том, что выяснилось, что вот некоторые проповедуют... Он находится в вузах, а некоторые проповедуют Евангелие. И оказывается, что у разных людей разные причины, разные побуждения в проповеди. Кто-то проповедует из зависти, кто-то проповедует, чтобы его ситуацию усугубить, сделать хуже. Но для него главное, что Евангелие проповедуется. Но проповедуется нормальное, Христовое Евангелие, а не то же Евангелие, которое принесли галаты. Вот это Павел. Опять-таки, если взять Иоанна, Иоанн так никогда не пишет. Иоанн так никогда не пишет. У него все гораздо мягче. И послание свое он писал, уже будучи куда более взрослым, куда более зрелым человеком. Адресаты. Да, время написания, понятно. Адресаты и обстоятельства написания. Тут вот какая вещь. Послание изначально, эти письма изначально написаны определенной аудитории. В каких-то случаях мы можем сказать, что это за аудитория, в каких-то нет. И нам надо понять, кто были эти люди. И нам надо было с вами понять, какие проблемы существуют у этих людей. Иногда в этом нам может помочь текст послания. Иногда нам нужны какие-то дополнительные исторические документы, если они есть. Ну, это как слушать телефонный разговор незнакомого человека. И вы слышите только одну сторону этой беседы. А, да, ну ты ходил? Врачу ты ходил? Ну и что? Как? Кошмар какой. Что нам понятно? Что, скорее всего, ходил человек к врачу или нет? Скорее всего, наверное, да. Но здесь можно поскорить. Потому что, ну и что? Как? Ну и что? Как? Все-таки подтверждение того, что он ходил. Как? И, скорее всего, новости не лучшие. Потому что кончается, это им кошмар какой. Значит, нам приходится заниматься реконструкцией. В данном случае мы занимаемся реконструкцией и по тексту посланий, и по другим историческим документам, которые есть в нашем распоряжении. Например, многие послания, то же самое послание Колоссиным или первое послание Иоанна, написаны для того, чтобы противостоять ранним ересям. Тем, которые потом разовьются в гностические ереси, в гностические лжеучения. В этих лжеучениях об их богословском содержании мы знаем и из других источников. И поэтому мысли авторов послания для нас становятся более явными. И раз мы понимаем эту другую сторону, мы знаем обстоятельство послания, мы знаем его автора, мы знаем его адресатов, важно понять цель послания и сформулировать цель послания. Ведь любое письмо пишется зачем-то. Я думаю, вы редко, если вообще с вами когда-нибудь такое случалось, брались и начинали писать письмо, а что я тебе пишу? Собственно, и сам не знаю. То есть всегда вы, тратя свое время, даже на обычное письмо, в обычной переписке, все-таки имеете определенную цель. У меня была студентка, которая летом, во время каникул, это уже в августе, прислала мне электронное письмо, письмо по электронной почте, в котором буквально такие слова. Здравствуйте, Олег Валерьевич, я вот решил вам написать. И дальше она буквально пишет. Зачем решила? Честно говоря, я и сама не знаю, но вот соскучилась, как у вас дела? На самом деле человек внутренне себе противоречит. Сначала она говорит, сама не знаю, а потом пишет, соскучилась, и задает конкретный вопрос. Она пишет письмо, понятно, почему там цель, она пишет письмо для того, чтобы получить ответ. То есть она хочет проложить какой-то мостик общения, и поэтому даже зачем, сама не знаю, это не совсем так. Вот авторы библейских посланий не всегда формулируют свою цель, но читая послание, эту цель мы можем вывести, мы можем ее заметить. И, наконец, раз мы знаем цель послания, мы можем выделить его основную мысль или основные мысли. Основную мысль или основные мысли. Новое заветное послание строится по определенному плану. Причем этот план, конечно, более относится, в большей мере относится к посланиям Павла, ну, наверное, Петра также, посланию к евреям, да, относится, но меньше, пожалуй, к посланиям Иоанна еще в меньшей степени. Но все же тоже относится. Во-первых, вступление. Вступление это обычно я такой-то, такой-то, или мы такие-то, такие-то обращаемся к вам таким-то, таким-то. Это как авторы-адресаты. Причем очень часто в этих вступлениях или в начальной части послания Павел, допустим, защищает или объясняет свою власть, защищает или объясняет свое апостольство. Почему он это пишет? Дальше. Благодарение и молитва. Скажите, пожалуйста, что такое в музыке увертюра? Предисловие... О! Молодец, Сергей. Не столько предисловие, сколько содержание всего остального. Это первая часть крупной музыкальной формы, допустим, оперы, в которой проходят основные темы предстоящего музыкального произведения. Вот вы возьмите, послушайте, допустим, князя Игоря. И вот вы в увертюре услышите основные арии, услышите основные мотивы. Они будут переплетаться. И потом уже, слушая оперу, вы будете узнавать, да, это уже было. Это было в увертюре. Вот то же самое мы находим в посланиях. В этой первой части, в молитве, в благодарении молитве, обычно проходят те темы, которые в послании потом будут центральными. Автор молится, благодарит за то, что потом будет важно для всего послания. Молитва связана с основной тканью библейского письма, библейского послания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok